Спасибо, посмотрим, как я с этим всем справлюсь. Итак, большое спасибо. Для меня большая честь быть здесь. И я хотел бы поговорить о нашем опыте. Опыте работы в Швеции, в Стокгольме. Итак, почему скинговая маммография? Почему говорю об этом? Поскольку это высокочувствительная, дешевая, простая методика. И она подразумевает отсутствие существенной лучевой нагрузки. И вы задавали вопрос по поводу повышения рисков. Он равен 0,001%. Риск при применении скинговой маммографии мы используем микродозы. Соответственно, мы используем минимально возможную дозу лучевой нагрузки при маммографии. Почему мы используем скинговую маммографию? Мы используем для того, чтобы найти раки минимального размера. Поскольку размер здесь имеет значение. Обнаружить эти раки как можно раньше с минимальной лучевой нагрузкой. И самым наиболее экономически рентабельным образом. Как вы видите, доза облучения достаточно низкая. И на самом деле в Швеции мы делаем рентген даже у женщин, беременных и лактирующих женщин. И есть здоровая программа скиннинга для здоровых женщин. И это все делается с благословления соответствующих органов, занимающихся проблемой лучевой безопасности. Какова же, естественно, история, естественный путь развития рака молочной железы. Он зависит от гистологического типа. И прогрессирование опухоли идет быстрее у женщин младше 50 лет. И как вы видите, время существования опухоли, скажем так, в зависимости от гистологического типа, варьирует в зависимости от возраста. И представляется, что у более молодых женщин, и мы видим справа женщин более старшего возраста, и для некоторых опухолей, например, медулярных опухолей нет большой разницы, но для тубулярных раков имеет существенная разница при раках первой степени, также имеет существенная разница, а для инвазивного лобулярного рака нет больших различий по срокам существования. Я думаю, что очень важно сказать, что мы должны делать рентген у женщин более молодых, поскольку у женщин прогрессирование опухоли до третьей стадии, у женщин младше 50 лет, в 3-4 раза идет быстрее, чем у женщин старше 50. И доля опухолей третьей стадии повышается с увеличением размера опухоли во всех возрастных группах в средстве процессов додифференцировки. Чем более быстрое прогрессирование раков у молодых женщин осложняет проблему, осложняет, скажем так, возможность ранней диагностики. И если провести скрининг, если мы планируем провести скрининг, то должны быть женщины более молодого возраста. И вот здесь вот регион, эти данные представлены профессором Табаром, где работал в Швеции. Исследования проводились с участием профессора Табара, и он показал, что наблюдалось снижение на 30% смертности от рака молочной железы благодаря скринингу. И также мы уменьшили благодаря этому частоту случаев, скажем так, продвинутых опухолей. И все началось с двух шведских округов. Исследования проводились с двух шведских округов. Затем семь округов провели исследование. То есть была скринирована треть женской популяции в Швеции. Затем приняли участие в следующем исследовании 13 шведских округов. То есть половина женского населения была включена в это исследование. И сейчас все женское население в Швеции, все округа участвуют в этой скрининговой программе. И шведское исследование показало снижение смертности примерно на 43% в 13 округах. И в 2011 году профессор Табар показал данные наблюдения за этой группой женщин. Я хотел бы теперь поговорить о нашем собственном опыте применения скрининговой гемографии в Стокгольме. Мы начали скрининговую программу в 1986 году. И точнее началось с принятия решения, принятия программы. Сама программа началась в 1990 году. В нее были включены женщины с 50 до 69 лет. И интервал между скрининговыми процедурами был зато 2 года. В августе 2005 года мы включили в программу женщин в возрасте от 40 до 49 лет. И на тот момент времени интервал между скрининговыми процедурами не превышал 17 месяцев. В августе 2007 года мы стали применять цифровую маммографию, что позволило нам уменьшить лучевую нагрузку. И в 2012 году мы стали включать женщин старшей возрастной группы от 70 до 74 лет. И также стали включать женщин беременных и женщин кормящих. И теперь с 2015 года в нашей программе участвуют женщины с 40 до 74 лет в трех скрининговых центрах. Я работаю в центре Сан-Горан, это есть Южный госпиталь и Каролинское госпиталь. Сейчас мне нужно вернуться назад, извините. И, к сожалению, к сожалению, сейчас для живого возраста от 40 до 45 лет мы вычли применять интервал в 2 года. Я не знаю, какого будет влияние такого расширенного интервала между скрининговыми процедурами. И, насколько я понимаю, это решение было принято по экономическим причинам, а не медицинским. И мы не очень довольны этим решением. Почему мы должны скринировать более молодых женщин? Поскольку некоторые исследования показали снижение смертности на 26%. В нашем регионе, в Стокгольме, участвует 72% женщин. То есть, в процент участия в других, скажем так, регионах выше. В Стокгольме идет конкуренция с частными центрами. Момограммы всегда анализируются дважды, последовательно, слепым образом, двумя разными специалистами. Сейчас у нас повторное приглашение, так как процент составляет 4,7% и процент обнаружения рака составляет 0,5%. Вы видите, соответственно, мы обнаруживали в нашем округе раки до первой стадии 53%, опухоли льда 1,9% и 23%, здесь соответственно раки инситу 16%. И когда мы говорим о раке инситу, опухоли инситу, я вот как рентгенолог, радиолог и как профессор Тарбар, мне нравится это определение, поскольку есть некоторые раки инситу, которые уже являются инвазивными и, скажем так, смертельными, скажем так, убивающими раками. Но, тем не менее, они классифицируются как раки инситу, поскольку все еще существуют мембраны, все еще можно заметить мембрану на препарате. Но я верю в то, что имеют процесс неоангиогенеза, и некоторые опухоли, которые мы называем инситу, на самом деле уже являются смертельно опасными. Раки выше первой стадии, билатеральные раки, видите эти цифры. Вы видите, вот эта женщина лактирующая, у нее масса микрокальцификатов, которые были, собственно, злокачественными. И даже хотя в ситуации, когда мы говорим, что при лактации, при беременности мы будем включать этих женщин в скрининг, было, конечно, сопротивление, тем не менее, вот эта женщина, наверное, она все еще жива. Я встретила ее месяц назад, она пережила рак, и была проведена операция, мастектомия, и она получила соответствующее лечение. Как же мы работаем? Мы работаем так же, как в большинстве скандинавских стран. То есть, если все нормально, то мы отправляем, соответственно, письмо пациенткам. И если имеются проблемы, если какие-то подозрения, то мы проводим дополнительные обследования пациентки. И если мы находим что-то, то, соответственно, этот случай, это пациентка будет сравнительно мультициплинарной конференции, и затем женщину приглашают на повторный осмотр через неделю. Мы используем микродозовую мемографию, мы используем систему электронного увеличения, микродификации. К сожалению, у нас нет томоцентеза, соответственно, женщины, я использую такую... Мы всегда используем ультразвук, и для женщин с избыточным весом мы используем так называемые ролл-вьюз. Почему же мы проводим скрин? Поскольку есть факторы, которые в естественной истории заболевания, поскольку очень важно назначить терапию, как можно выявить рак, как можно раньше, а не выбирать максимально эффективную терапию, когда рак уже развился. Большое спасибо за ваше внимание. Добрый день, я тоже врач-рентгенолог Курского онкологического диспансера. Меня интересует такой вопрос. Не опираясь на экономические аспекты ситуации, о которой вы озвучивали. Как рентгенолог, когда бы вы рекомендовали повторное обследование при скрининге? Речь шла о двух годах, о 17 месяцах. Вы сказали, что вы недовольны этими сроками. Какие сроки рекомендовали бы вы? Спасибо. Не переводили, да? Скажите, пожалуйста, какой интервал в скрининговых исследованиях вы бы рекомендовали, не опираясь на экономические аспекты данного вопроса, как врач, как рентгенолог? Спасибо. С медицинской точки зрения, от 50 до 74 лет, доказательства говорят, что 2 года, это вполне достаточный срок, возраст 49 лет, я здесь бы рекомендовал бы 1-1,5 года, не более, то есть не более 18 месяцев. И, к сожалению, я должен вам сказать, я говорю вот эти рекомендации, я в доме рекомендации, которыми я не могу сама следовать из-за, собственно, политических решений у меня в стране, к сожалению. Но это другой вопрос. ...крининга в возрасте 50-59 лет одна, а стоимость скрининга 40-49 лет, значительно возрастает, потому что население значительно больше, а случаев рака значительно меньше. ...кость скрининга в возрасте 40-49 лет... ...стоимость скрининга в возрасте 40-40 лет, по сравнению с возрастом 50-9 лет, какова она? Ну, я на самом деле не знаю по поводу, скажем так, экономической эффективности, но я уверен, что если вы будете находить больше случаев рака, даже если их будет не очень много у молодых женщин, если вы их пролечите на как можно более ранних этапах, вы сэкономите большие средства, поскольку вы не будете использовать очень дорогостоящие препараты, и вы получите существенно лучшее качество. Я действительно верю, что мы спасаем жизни, начиная лечить, выявляя и начиная лечить их женщин. Извините, большое спасибо. Я хотел спросить, а есть ли какие-то меры запретительного характера к женщинам, которые не приходят на маммографический скрин в Швеции, допустим, со стороны страховых компаний или со стороны работодателей? Вы знаете, у нас свободная страна, мы не заставляем их, но, 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 чтобы немножко ответить, скажем так, на то, что говорил наш австралийский коллега, в Швеции у нас есть магическая, волшебная цифра, это, это, это цифра, которую вы должны, сколько вы должны платить налогов, и вы не можете этого избежать, и они вас найдут, где бы вы ни были, и именно таким образом у нас имеется этот регистр, благодаря женщине, она получает приглашение, да, на прохождение скрининга, и мы на самом деле, если она отказывается приходить, мы подставляем второе письмо, и когда она получает второе письмо, то через один-два месяца мы, приходит какое-то дополнительное количество женщин, но также, что мы еще делаем, что, где-то два года назад, скрининг практически ничего не стоил, государство это оплачивало, женщины больше, женщины теперь ничего не платят, и, соответственно, также процент участников увеличился, то есть, соответственно, если государство платит, и им дается вторая возможность, то есть они не исключаются в скрининговых программах, если они не приходят, но, к сожалению, некоторые женщины все равно не приходят, и когда они приходят, они уже приходят с пробвинутыми стадиями рака, и, действительно, Это очень портит нашу статистику, поскольку они приходят только, когда уже слишком поздно. Но, тем не менее, мы должны расценивать, если все-таки они приходят, то мы их должны оценивать как рак, выявленный при скрининге. Короткое заключение. Но вы знаете, что в последнее время после публикации ГЁЦа и других появилось такое отношение, что скрининг слишком дорог, неэффективен и вообще не имеет смысла маммографический скрининг. В России тоже есть специалисты, поддерживающие эту концепцию, что маммографический скрининг чрезмерно дорогой и не так уж эффективен, если оценивать все причины смерти. На самом деле, конечно... И, кстати, ВОЗ, WHO, четко не определилась в своей политике скрининга. Она утверждает, что можно и следует рекомендовать маммографический скрининг, но допустим и физикальное обследование, потому что пациенты умирают не от ранних стадий заболеваний, а от запущенных форм опухолей. И пока это число не уменьшится, смертность популяции не уменьшается. Поэтому как бы делает эффект. Отсроченный эффект скрининга, он эффективен не сразу, особенно в возрасте 40-49 лет, а через 7-12 лет после начала. Я думаю, что здесь правы абсолютно эксперты Маир, Леон, говоря о качестве скрининга. Если скрининг выполняется качественно, то он эффективен. Конечно, это мероприятие чрезвычайно дорогое, чрезвычайно. И не для всех стран, может быть, он подходит в той мере, как следовало бы. Это контроль на всех уровнях, начиная от радиолога-врача, окончая техническим работником, контроль техники и так дальше. Если выполняются все элементы скрининга, он становится эффективным, но не сразу, а через многие, через несколько лет. Но, конечно, удельный вес скрининга постепенно может чуть уменьшаться за счет повышения роли системного лечения, которое, конечно, снижает тоже смертность. Но мы не будем сопоставлять эти два подхода к снижению смертности. Важно, что они оба эффективны, но надо работать качественно, надо всячески поощрять это, работать с населением, чтобы фактическая часть compliance of women была достаточно не меньше 70-80%. Так что я благодарю всех за участие. Спасибо большое. Спасибо.